приветствую дорогие друзья и подписчики моего канала сам себе бензомастер в ремонте сегодня пила ford и объем двигателя 52 кубика то есть поршневая 45 ну проверим пока не знаю в чем проблема ремонт принесли значит проблема какая то есть чаще всего проблема это в том что бензокоса давится на высоких оборотах это 90 процентов проблем потому что пилы часто лежат очень долго с бензином карбюраторе бензин испаряется масло остается и соответственно клапана насос и каналы карбюратора в них остается масло и пила работает неправильно так делаем сначала диагностику искры вот на цилиндр металлический предмет и проверяем искру искра в принципе хорошая почистим свечу и проверим еще раз нормальная искра посмотрим если надо будет заменим свечку так делаем диагностику поршневой открываем выхлопное отверстие цилиндра то есть для этого снимаем глушитель и смотрим на поршневую перед любым ремонтом если вы не знаете симптомов точно обязательно проверяйте состояние поршневой потому что можно делать ремонт а в конце концов окажется что поршневая сгоревшая и то что вы все делали это было бесполезно поэтому прежде чем начать ремонт сделайте после диагностики зажигания сделайте диагностику поршневой состоянии потраченные две-три минуты вам сократят очень много времени потому что могут быть случаи когда поршневая сгорела и клиент не хочет ремонтировать пилок вот я смотрю выхлопное отверстие выхлопном отверстие чистый поршень ни одной царапины задира нет все теперь мы можем приступать дальше к ремонту то есть следующее что мы будем делать это диагностику топливной системы топливной системы топливной системы на предмет поступления топлива то есть сделаем все по порядку проверим я сейчас сниму верхнюю крышку сниму карбюратор проверим топливный фильтр трубки которые идут от карбюратора здесь стоит праймер к праймеру проверим как работает праймер ну и дальше будем делать чистку карбюратора подходим к топливной системе для начала снимаю верхнюю вот эту вот крышку так как я буду до карбюратора лезть соответственно она мне будет мешать и чтоб нормально проверить топливную систему лучше всего это открутить эту крышку снять карбюратор отсоединить от трубок его ну и проверить заодно проверим состояние сальников коленвала и как работает импульсная трубка бывают такие моменты когда если через импульсную трубку не поступает воздух очень редко когда бывает это канал который идет от картера двигателя там если такого штуцер соединитель бываешь его температуры он начинает плавится и заплавляется то есть отверстие он должен пропускать вот он не пропускает такое бывает но очень очень редко в моей практике за 10 лет это было порядка двух максимум трех случаев таких но были так вот подобрались карбюратору и откручиваем карбюратор сняли переходник и отсоединяем трубки верхняя это импульсная трубка вот мы ее сейчас отсоединим и сразу же можем проверить возле импульсной трубки держу палец на расстоянии там двух трех миллиметров и дергаю за стартер вам в палец должен бить поток воздуха то есть если поток воздуха бьет то значит у вас из картера поступает воздух карбюратор для того чтобы он прокачивал топлив вот открутил я меня снял штуцер со штуцера топливную трубку с нее потек бензин принципе говорит вроде бы о том что эта трубка работает хорошо но проверим мы с вами фильтр топливный очень часто за место топливного фильтра сюда ставят фильтр масляный чем отличается масляный фильтр от топливного сейчас я вам расскажу и объясню вот смотрите вот масляный фильтр некоторые считают его топливным отличается он от топливного тем что здесь только на масляном фильтре одна сеточка одна сеточка нету внутри фетра то есть на топливных фильтров внутри стоит фетр который дополнительно дополнительно задерживает мелкие частицы то есть одной сеточки недостаточно они могут быть нескольких видов топливные фильтры но принцип один и тот же то есть обязательно должен стоять фетр сейчас вот я покажу здесь стоит фильтр немножко другой конструкции но не суть важно какой сейчас я пытаюсь поддеть вот я его достаю вот видите вот фетр это такой конструкции фильтр может другой не важно какая конструкция фильтр можно ставить любой топливный фильтр главное чтобы он был действительно топливный потому что когда стоит масляный фильтр очень часто очень часто грязь идет из топлива и попадает в карбюратор вот я в трубку воткнул отвертку для того чтобы она потом ее не ловить и проверяю топливный фильтр надевая трубку и дует очень легко проходит значит фильтр топливный не забит его можно поставить на место если плохо пропускает воздух фильтр забит его надо менять чистить не получается частицы грязи сайт уже фетрит настолько могут забить пор и фетра что чистить это бесполезно да и смысла нет в этом так проверяем праймер вот трубка которая идет к карбюратору вот она эта трубка мы ее вот так вот нажимаем на праймер и затыкаем пальцы видите праймер отпускаю он выпрямился и хлопок такой характерный хлопок то есть праймер прокачивает топливо нормально если бы у нас когда я качал не было вот этого хлопка или праймер бы легко то соответственно надо проверять почему то есть либо трубка соскочила с праймера или лопнула либо праймер сам по себе не работает все здесь мы диагностику закончили на этом с пилой мы разобрались вот теперь можно приступать к чистке карбюратора сейчас внешнюю его очистку делаю ну то есть это сначала грязь крупную убираем я убрал а теперь средством для чистки карбюратора я вот внешне продую вот уже внешний карбюратор чистый можно его разбирать и и чистить карбюратор стандартный карбюратор с подкачкой так называемый ну давайте его разберем откручиваем верхнюю крышку под которой находятся мембрана и сеточки вот сеточки проверяем мембрану мембрана в отличном состоянии нигде нет ни разрывов не деформаций вот достаем сеточку вот под этой сеточкой очень часто осаждается грязь и на ней на самой осаждается грязь которая не задерживается топливным фильтром работаете я уже делал не раз показывал ну в принципе я решил для себя что я буду показывать вам все видео практически все видео ну то есть есть отдельные которые вам не показываю но там и особо показывать нечего когда меняется просто стартер не ремонтируется меняется вот когда меняется свеча то есть таких видео я вам не показываю ну вот очень много масла осталось в карбюраторе проверяю вот эту вот мембрану она должна быть мягкой ну то что я вам и говорил о том что долго лежит и соответственно бензин испаряется и когда вы заливаете новый бензин то есть он не может растворить то масло которое осталось и соответственно соответственно у вас карбюратор работает неправильно если плохо откручиваются винты то немножко ударьте молотком просадите туда пойдет все легко давайте продумал вот это средство для чистки карбюраторов очень активная поэтому очень хорошо удаляет масло растворяет очень хорошо так выкручиваем регулировочные и вы игла игла L и игла H прежде чем выкручивать я ее закручиваю раз полтора здесь регулировка иглы L стоит одна целая три четвертых оборотов но стандартная это где-то ну полтора это стандартная регулировка полтора один оборот и три четвертых это нормальная регулировка выкрутил положил его с левой стороны закручиваю винтаж полтора два оборота стандартная в принципе регулировка полтора может быть для этой пилы для этой пилы два оборота на этом карбюратор необходимо так разобрал в принципе вот это вот это да я буду уложить мойку ультразвуковую мойку вы можете дома средством для чистки карбюраторов это прочистить проверяю вот этот клапан на этом карбюраторе вот этот клапан я проверяю то есть этот клапан каким образом работает то есть я когда втягиваю воздух он должен закрываться когда я дую он должен открываться вот он работает правильно он не закрывается и открывается если он продувается у вас здесь очень очень хорошо вот сюда вот так вот средства для чистки карбюраторов он должен работать правильно иначе у вас будет карбюратор просто течь он не будет наполняться один из признаков неправильной работы когда у вас хорошо не наполняется праймер альные работы когда у вас хорошо не наполняется праймер то есть как хорошо вы очень много качаете она не идет достаточного наполнения то есть без усилий каких-то он пытается заполнить все вот эти вот две части я отправляю в ультразвуковую мойку пока она моется я выключу видео потом продолжим так вот я прочистил и продул карбюратор сейчас соберем сеточку вставляю сеточку расправляю аккуратно и закрываю верхнюю часть ставлю в мембрану и закрываю собираем насос вставляем иглу так вот ось приготовили и пружинку а теперь вот эту вот вот этот рычажок вот этой вилочкой заводим в иглу и нажимаем на пружинку вот таким вот образом ставили придерживая закручиваем винт который фиксирует эту ось закрутили проверяем пружинка должна лежать четко постоять четко посередине язычок должен нажиматься без перекосов язычок должен стоять параллельно вот этой плоскости берем опять же трубку одеваем на подающий штуцер и дуем воздух выходить не должен когда я буду нажимать на язычок воздух будет проходить все хорошо воздух не выходит нажимаю выходит проверяю опять этот клапан дую воздух проходит втягиваю воздух не проходит винт h закручиваю на свое место и ставлю регулировку ну я поставлю полтора оборота я поставлю ту регулировку которая в принципе должна стоять на этом карбюратор а там посмотрим обычно на таких пилах полтора полтора вот я их поставлю полтора оборот винт l тоже закручиваю и на полтора оборота его выкручу вы можете если вы не крутили карбюратор поставить именно те регулировки которые стояли потому что может быть вам будет тяжело его отрегулировать так как вы с этим не сталкиваетесь поэтому вы не услышите хорошо работает пила или нет поэтому выставляете если вы при условии не крутили карбюратор или знаете что клиент не крутил выставляете именно те регулировки если сомневаетесь поставьте на стандартной пиле полтора полтора именно на китайцев вот именно на таких карбюраторах и от них начинаете отталкиваться то есть вы должны будете добиться на низких оборотах стабильные устойчивые работы это добивается путем вращения винта l вправо или влево на 1 4 оборота достигается максимальных оборотов на слух вы выставляете и дальше нажимая на ручку газа вы регулируете обороты высокие то есть у вас она не должна проваливаться она должна очень хорошо набирать обороты и быть достаточно резвым так все с карбюратором мы разобрались будем ставить его на бензопилу так одеваю подающую трубку и одеваю тягу гроссельной заслонки надел теперь одеваю трубку обратки из карбюратора отдел и импульсную трубку пока можете не закручивать не прикручивать карбюратор залейте бензин если его там нет и проверим как работает праймер и как заполняется карбюратор проверьте топливный фильтр должен лежать внизу то есть он не должен вверх торчать потому что иначе может подсасывать воздух так вот мы проверяем вот праймер хорошо заполняется прогоняет топливо через карбюратор посмотрите на карбюратор чтобы нигде не тек бензин и вот теперь мы закрываем когда вы закручиваете и ставите вот этот переходник вот эту трубочку топливную чуть-чуть сторону отодвиньте придерживайте ее пальцем чтобы она у вас не попала между карбюратором и переходником при закручивании иначе вы ее либо в лучшем случае просто пережмете либо пережмете до такого состояния что она у вас просто прорежется тогда придется менять трубку не совсем приятное занятие замены трубки потому что в некоторых случаях приходится снимать бачок это откручивать ручку стартер такую сделать серьезную разборку и чтобы добраться до этой трубки поэтому чтобы себе лишнюю работу не делать старайтесь проверять какую это проверяем как у нас работает дроссельная заслонка все отлично все хорошо ну что давайте попробуем ее завести пока я ее окончательно не собираю чтобы был у меня нормальный доступ до карбюратора вот закрываю заслонку так я потяну ее на себя здесь фиксации карбюратор газа будем пробовать ее заводить так ну вот смотрите она как бы завелась но она заглохла да значит что я делаю в таком случае я открутил на одну четвертую оборота винт l то есть я поставил именно ту регулировку и давайте все таки откручу я винт h тоже на пол оборота то есть два оборота теперь у меня стоит 1 целая 1 3 четвертых оборота винт l и стоит винт h стоит на два оборота посмотрим заведем все отлично работает хорошо отлично набирает обороты холостой ход тоже нормальный все в принципе вот видите сделали вот такую вот обслуживание такое обслуживание пилы в результате чего теперь она работает хорошо то есть проблема была этой пилы в том что она очень долго находилась бензином в карбюраторе что категорически не советую делать то есть советую после того как вы поработали и вы не планируете работать скажем завтра послезавтра а зимой это вообще надо делать обязательно то есть после каждой работы то есть мы поработали закончили работу на сегодня слейте на горячую из бачка бензин и заведите бензопилу заведите бензопилу выработаете топливо из карбюратора и до следующего раза тогда у вас проблем не будет то есть она вас не подведет вы всегда ее заведете и все будет хорошо в принципе с этой пилой все то есть как прикручивать защитные эти всякие крышки декоративные я это показывать не буду это все достаточно просто основную задачу решили все вам спасибо за внимание до новых встреч подписывайтесь на мой канал youtube сам себе бензомас